Новейший окантовыватель из фторопласта для окантовочной ленты из кожи, кожзама и прорезиненных материалов. Думая, такого окантовывателя вы еще не видели. У меня есть несколько обучающих курсов по изготовлению окантовывателей. Все разные. Этот окантовыватель сделан из металла. Сейчас посмотрите, как он шьет вот такой окантовочной лентой. Вот смотрите, такой прорезиненный материал, из которого режется окантовочная лента. Вот этот материал, он залипает. Так же, как будет залипать и кожа. В процессе изготовления окантовывателей я столкнулся с одной проблемой по окантовочной ленте. Из некоторых материалов кожзама, прорезиненных материалов и кожи. Такая окантовочная лента очень тяжело продвигается в металлических окантовывателях. И это приводит к тому, зубья наносят повреждения лицевой стороне окантовочной ленты, что машина делает маленький стежок, строчка петляет на низ и внешний вид изделия будет некачественным. О чем иногда упоминали и мои подписчики. И просили что-то придумать и сделать такой окантователь, который бы не имел таких недостатков. И я думаю, мне это удалось. Новый окантователь очень сильно отличается по изготовлению, по конструкции и по материалу, из которого он сделан. И могу вам сказать, такой окантователе сделать легче, чем предыдущие окантователи из металла. Это окантователи с двойным подворотом, 4 сложения. Толщина коврика 5 мм. Смотрим, что получилось. Кант одинаково ровно лег и сверху, и снизу. Строчка равномерно прошла от края, как на прямых участках, так и на поворотах. Ну и вот смотрите. Здесь окантовываем край натуральной кожи. Строчка ложится ближе к краю подвергнутой окантовочной ленты. Это все можно регулировать, и строчка будет ближе или дальше от края подворота. Смотрите, вот что получилось. Ну вот еще пробуем вот такую вот. В этом окантователе Кант двигается легко. Хорошее продвижение материала. Лента плавно заходит в направляющую окантователе. И даже на этой машине Версаль, у которой только верхнее продвижение, легко управлять на поворотах. От этого получаются плавные повороты, и деталь саму затягивает в направляющую. Так вот, подправляю. Дальше поехали. И вот смотрите. Здесь вот так вот подправляю, беру. Вот, закончится, а его саму затягиваю. Кто заинтересовался таким окантователем, ссылка в описании и в конце этого видео. Видеокурс, как сделать такой окантователь самостоятельно, находится на моей платной странице. Он состоит из 5 частей, длительностью 2 часа 18 минут. Смотрите, что здесь получилось. Видите? Вот, вполне нормально. И здесь тоже нормально. Смотрите. И смотрим, что с нижней стороны. С нижней стороны все отлично. На этом пока все. Заходите, смотрите. Видите. С нижней. ?"